Очень важно, что мы с вами верили в то, что мы поем. Если мы имеем веру в Иисуса Христа, друзья, большего ничего не надо. Цель Божия достигнута для человека. И Слово Божие говорит, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного. Для чего? Чтобы всякий верующий не погиб. Если в сердце человека есть вера в Иисуса Христа, значит, этот человек не погибнет. Потому что через веру он будет получать прощение грехов, милость, благодать для благовременной помощи и благословения от нашего Господа. Слава Ему! И поэтому, друзья, да поможет нам Господь, чтобы мы действительно на этом месте имели веру в Иисуса Христа. Кто-то может сказать, да, конечно, я верю в Иисуса Христа. Друзья, вера в Иисуса Христа – это не просто вера ума, это вера в Его обетование. То, что Он сказал, что это совершится. И мы с вами читаем, что такое вера. Это осуществление ожидаемого. О чем мы ожидаем, друзья? Мы ожидаем исполнения обетований Божьих, которые Он даровал нам через Иисуса Христа. И, конечно, все по-разному ожидают. Кто-то, может быть, с печальным лицом, кто-то в заботах каких-то, кто-то еще что-то. Но Бог желает, чтобы мы могли ожидать Его пришествия. Чтобы мы не были обременены ни заботами, ни печалями, ни тревогами. Потому что враг желает, чтобы нашу веру поколебать. И вот для этого мы собираемся, чтобы нам еще более укрепиться в вере, утвердиться. И вы знаете, что вера, она укрепляется силой Божией. Она укрепляется Духом Святым. И Слово Божие говорит, чтобы нам Духом Его утвердиться во внутреннем человеке. И бывает, конечно, подходят различные сомнения. Но очень важно, чтобы мы могли иметь Бога в разуме, о Нем размышлять и на Его Слово, на Его обетование уповать. И однажды один муж Божий, Авраам, он написано сверх надежды, поверил с надеждой. Во что он поверил? Что через год у него будет Сын. И это было обетование Божие. Друзья, и нам Бог даровал такие чудесные обетования, что мы имеем прощение грехов. Если кто-то согрешил и не знает, что делать, нужно идти к Иисусу. У Него прощение грехов. Слава Господу! Если что-то меня тяготит, все заботы ваши возложите на Него. Это тоже обетование, что Он печется о нас. Но прежде всего Он хочет, чтобы мы искали чего? Не решение своих проблем, не каких-то забот и дел житейских. А мы прежде с вами могли взыскать Царство Его. А Царство – это праведность, мир и радость в Духе Святом. И мы с вами пропели «О, как радостно мне! Он со мною везде». И на этом месте Он тоже со мной. Слава Господу! Потому что двое или трое, где соберутся, там будет Он среди нас. Слава Иисусу! Поэтому да благословит Господь, чтобы мы на этом месте могли действительно славить нашего Господа, приготовить наши сердца, чтобы нам воздавать Ему славу, чтобы нам прославлять Его великое имя за те чудные дела, которые Он сотворил в нашей жизни. И в 56-м псалме, 8-м стихом, Давид говорит такие слова, ну, может быть, даже не говорит, а поет, потому что это песнь. Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое, буду петь и славить. Воспрянь, слава моя, воспрянь, псалтырь и гусли. Я встану рано, буду славить Тебя, Господи, между народами. Буду воспевать Тебя среди племен. Ибо до небес велика милость Твоя, и до облаков истина Твоя. Будь превознесен выше небес Божия, и над всею землею добудет слава Твоя. Друзья, Церковь Иисуса Христа для чего предназначена? Быть славой Божию. И Бог желает, чтобы мы могли, как здесь псалмопевец говорит, встать с раннего утра, и что делать? И прославлять Бога. Сами по себе мы этого делать не можем. Мы можем это делать только при исполнении Духом Святым. И это говорит о том, чтобы мы могли взыскать этой благодати, чтобы мы могли исполниться Духом Божиим. И не всегда это очень легко. Начал и тут же исполнился. Нет, друзья, но это обетование для нас, и это повеление для нас. Исполняйтесь Духом Святым. Чтобы мы могли иметь цель, чтобы нам исполниться Духом Святым. И в таком состоянии мы можем прославить Господа. Будь то в пении, в слове, будь то в деле каком-то, друзья. И апостол, псалмопевец говорит, «Воспрянь, слава моя, воспрянь, псалтырь и гусли». Вы знаете, как по-еврейски воспрянь? Не знаете? Ура! Друзья, мы знаем, да, что такое ура? Ну, у нас это боевой клич, да? То есть воспрянь. И когда кричат ура, это значит, надо приготовиться и, так скажем, выступить, да? И вот псалмопевец говорит, что надо выступить, надо воспрянуть и прославить нашего Господа. Аминь. Будем молиться.